Депутат Мособлдумы Владимир Жук решил лично проверить качество проводимых работ по программе капитального ремонта домов в Ленинском районе. Тема капитального ремонта, она людей очень беспокоит, потому что люди сдают постоянно средства и потом спрашивают, куда они делись и так далее. Поэтому сегодня посмотрели, как именно направлены и куда именно направлены эти средства. Сначала депутат отправился по адресу улицы Лемешко, 12. Тут на днях завершился ремонт кровли. Управляющая компания не могла устранить течь текущим ремонтом, то есть очень большие средства жителей уходили. Было принято решение о проведении капитального ремонта, чтобы сделать основательно. В ходе ремонта здесь полностью заменили стяжку и кровельное покрытие. Реконструкция длилась почти месяц, но никаких неудобств жители не ощутили. По данному адресу выполнили работы субподрядной организации, генподрядчик ООО «Стартен». Работа выполнена качественно, в срок, без нареканий, залитий, жалоб от жителей не поступало. Чтобы на крыше не скапливала дождевая вода, кровельное покрытие установили под уклоном к специальным стокам. На ремонт было потрачено чуть более 1 миллиона рублей. На кровлях уже закончено, качество работы хорошее. Буквально недавно была приемка, в том числе принимали участие жители в приемке. Нареканий никаких нет, протечек нет. Очень большая разница между тем, что было и есть. Затем депутат заглянул в дом по соседству. Здесь, на Лемешко-16, в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», недавно сделали ремонт в холле первого этажа. Новые почтовые ящики, яркая плитка, штукатурка, удобный пандус, ведущий к лифту, и даже камера видеонаблюдения. Жители довольны. Ремонт сделали быстро и качественно. Я приехала с деревни, с правнуком, уже все хорошо. После Владимир Жук осмотрел дом 87 по улице Школьной. Тут работы сейчас в самом разгаре. Меняют инженерные системы в подвале. Ведется замена холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы канализации. Изначально подготовлются крепежный элемент, тумбы, и, соответственно, разом будет меняться полностью нижняя разводка. То есть это касаемо канализации. Что касается горячего и холодного водоснабжения, холодное водоснабжение можно прокидывать параллельно, без отключения. То есть когда параллельно переключается, да, одним нём переключается. Когда будут установлены новые трубы, старые демонтируют и перенаправят потоки по новым инженерным сетям. Работы начаты не так давно. Закончены будут в срок, приблизительно в трёхнедельный срок. Видно, что развернулись подрядчики неплохо. Я думаю, что всё будет завершено в срок. Депутат остался доволен увиденным и пообещал приехать на школьную 87 ещё раз, когда все работы будут завершены. Екатерина Борисова, Константин Брылов, Елена Кошлева, Видный ТВ.